Николай Георгиевич Гарин Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Мукден, 4 сентября Генерал Мищенко очистил Янтай И стоит теперь в пяти верстах южнее станции Шахе По ту сторону реки Шахе С 1 сентября опять возобновились поезда от Мукдена на юг до Шахе Подполковник Гескет хотел было проникнуть с поездом в самый Янтай Чтобы снять там стрелки Но и Янтай уже был в руках у японцев И железнодорожный мост через реку Шахе был там сожжен Правда, сгорели только половой настил и брусья Но восстановлять его потребовалось бы много времени А между тем через несколько дней все равно придется отдавать его японцам Тем более, что единственная работа за рекой Шахе заключалась в том, чтобы снять стрелки на станции Шахе Стрелки были сняты и доставлены к поезду на руках Часть через мост, часть в брод Интересный факт сообщает подполковник Гескет В интересах безопасности поезда он уходит ночевать на угольный разъезд В 7 верстах от Мукдена Шахе в 20 верстах от Мукдена В первый день все села, мимо которых проходил поезд, были совершенно пусты А на другой день, когда вторично проходил он Жители уже возвратились в свои разоренные гнезда И весело приветствовали его как избавителя от разного рода мародеров Мародеров много И убытки, причиняемые ими жителям, громадны Можно смело сказать, что все живущее на пути войны Обречено на полное разорение Тем менее понятен озлобленный тон части нашего офицерства против китайцев Чем они-то виноваты, что война двух наций внесла в их страну огонь и разорение Говорят, что они втридорого берут за все Во-первых, берут одни, а разоряются другие Берут, например, рабочие пришельцы из Шанхая, Чифу Но местный селянин по горло занят своим делом И в этом году втридорого сам платил за свои уничтоженные теперь посевы Берут купцы, но и у них расходы необычные При стоимости пуда и очменя 1 рубль 80 копеек, 2 рубля Притом вся рабочая сила отвлечена И пуд перевозки обходится 10 копеек с пуда и версты А сверх того, плати хунхузам за безопасность провоза А теперь и эта плата больше не гарантирует вследствие разнообразия Типа мародеров и их несплоченности За редкими исключениями, каждая группа не свыше 10 человек Грабит за свой счет и страх На днях попался в такой группе и русский И нередко весь товар полностью, даже при нанятой страже Попадает в руки разбойников При таких условиях нельзя особенно и сетовать на дороговизну И нельзя думать, что весь излишек попадает полностью в карман купцу А небось перед выступлением этот самый купец Отдаст эти самые товары за какую угодно цену? Отдаст Потому что пока придут на смену японцы Все это может попасть и совсем задаром в руки разбойников Иногда слышишь раздраженный ответ Но тем дешевле тогда купим это же самое Какой-нибудь соболий мех, за который теперь они просят 800 рублей Купим за 25 рублей у какого-нибудь беглого мародера Но стоимость этого самого меха в Петербурге Определяют в 1500 2000 рублей К счастью для русских таких охотников до дешевизны И таким путем достигнутой немного Но факт несомненный, что они имеются и заслуживают того, чтобы общество в лице печати Клеймило их глубочайшим презрением Только что возвратившийся инженер Лебедев Ездивший за 40 верст в сторону на восток Передает о трогательном приеме, оказанном ему одной деревней Они сейчас же по его форме узнали, что он железнодорожный инженер Шибко знаком Шибко шанго инженер Моя работа и лада логу Шибко знаком Шибко шанго Нанесли ему всевозможные провизии и лакомства За последнее ни за что не хотели брать денег На прощание просили дать им род охранного листа Он написал им, что жители такой-то деревни оказали ему при производстве работ полное свое содействие Рабочими, арбами, провизией А потому он и просит придержащие власти со своей стороны Вменить это им в заслугу и оградить их и их имущество от хунхузов Вся деревня высыпала провожать его Махали руками, приседали Женщины с детьми на руках ласково кивали головами И долго еще неслось вслед ему Шибко знаком Шибко шанго Я представляю себе этих женщин в их вычурных и разнообразных прическах С маленькими, очень часто болезненными детьми Женщин, часто и некрасивых, но обладающих чем-то очень притягивающим к себе Что-то обиженное и мечтательное в них Может быть, они напоминают тех бедных далеких родственниц На долю которых выпала вся горечь жизни И навсегда затаили они в себе целый мир невысказанного чувства Надежды, грез И это невысказанное, неизгладимым отпечатком Легло на повороте головы во взгляде И болит душа за них и за их долю Болит за всех этих обреченных здесь жертв Жертв в чужом перу похмелья Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует... Продолжение следует...